На заводе теплоизоляционных материалов соревновались водители-погрузчика. Конкурс, как и все предыдущие, был посвящен грядущему Дню Строителя, профессиональному празднику комбината Урал-Азбест. В конкурсах мы старались задействовать все элементы, которые должен уметь делать водитель погрузчика. Ну и по сложности, в принципе, это все рабочее. В этот раз обошлось без теории. Все этапы конкурса состояли из практических заданий, которые нужно было сделать максимально аккуратно и быстро. Восемь участников очень оперативно и умело выполняли задания. К слову сказать, этапы конкурса традиционно были креативными и зрелищными. Вначале нужно было взять поддон с четырьмя незакрепленными упаковками базальтовой теплоизоляции и проехать с ними задней змейкой, не уронив и не задев препятствия. После постановки поддона на место начинался следующий этап. В нем, лежащую на асфальте шину, водитель погрузчика аккуратным движением помещал на вилы, поднимал и насаживал на штырь. Баскетболу тоже поддеть мячик, положить его в кольцо, это элементы управления рабочими органами погрузчика, вернуться в исходное состояние погрузчика, подготовить для следующего участника. Отметим, что конкурсы, проходящие на заводе «Эковер», отличают максимально семейная и дружественная атмосфера. Некоторые участники привели детей, которые искренне поддерживали конкурсантов. В конкурсах принимают участие как старые водители, долго работающие, так и молодые новички, которые пришли полгода назад, но уже показывают свои результаты. Как, например, Виталий Кузнецов, 20-летний парень, который полгода назад только устроился на завод. До этого он бесплатно отучился в уч-комбинате и гарантированно трудоустроился на «Эковер». В конкурсе занять призовое место ему пока не удалось, но выступил достойно и получил на этот раз соревновательный опыт. Работаю полгода, добился, ну что я добился, ну как бы, зарплаты хорошие добился, само собой. Какие-то вот навыки, вот эти вот, опять же, у меня появилось ощущение машины, то есть уже чувствую, где могу приехать, что могу взять, что упадет, что не упадет там из грузов. Коллектив здесь отличный, то есть все смены, все водители, они отличные люди. Есть о чем поговорить с ними, есть что обсудить, как бы никто не ругается. Ну то есть меня тепло приняли, можно сказать, всему научили, то есть везде подсказывали. После того, как итоги конкурса были подведены, судьи огласили тройку победителей. Третье место занял Никита Горных, второе – Артем Пономарев, а золото соревнований досталось Антону Гуляеву. Он прошел трассу соревнований быстрее всех и с минимальными ошибками. Сложно было? Да не очень, нет, не сложно. Какое из этих упражнений самое сложное? Ну, наверное, с колесом. Закинуть его на вилы, как бы, немножко проблематично. Но ничего, с первого раза все получилось, все сделал. Самое легкое такое? Ну, наверное, с поддоном змейку объехать. Ну, мячик тоже ничего сложного. Да как бы вообще, в принципе, у нас в цеху работы, я думаю, намного сложнее, чем вот это все, все конкурсы. Антон два года работает на заводе. В конкурсе профмастерства участвует впервые и весьма удачно. Напомним, что День строителя, которому посвящены конкурсы профмастерства комбинату «Урал-Азбест», состоится во вторые выходные августа. Как всегда, градообразующее предприятие подготовит для азбестовцев и гостей города интересную развлекательную программу.